Сингапур Очень приятно, когда в конце фильма просмотренного люди встают и хлопают, и долго хлопают, и до слез, просто до слез. Это замечательно, что раздвигаются границы, что мы видим, что мы знакомимся друг с другом. В зале торжественной церемонии «Открытие» в театре «Кэпитал» яблоку было негде упасть. Казалось, что весь Сингапур пришел посмотреть новое русское кино. Какая она Россия сегодня? Чем дышат ее жители? О чем переживают? Над чем смеются? На открытии присутствовали послы десяти стран. Все пять дней показов в залах не было свободных мест. Это первое масштабное кинематографическое событие между Россией и Сингапуром. Поэтому и интерес огромен. Сингапурцы были настолько впечатлены тем, что им показали, что для нас это было совершеннейшей новостью. И мы, конечно, очень рады, что так произошло, и убежден, что Российско-Сингапурский деловой совет будет продолжать эту традицию. Фильмы «Неделя русского кино в кругу семьи» были очень тепло встречены зрителями. Особое зрительское признание получил фильм «Последний богатырь». Зал не вместил всех желающих. Пришлось сделать второй показ. Самое интересное – это смотреть со зрительными сингапурцами, как они воспринимают те истории, о которых рассказывает российская режиссура. Воспринимать хорошо. И дай бог, чтобы эта идея не угасла, а жила и здравствовала, и чтобы продолжалась. Представить свои фильмы в Сингапур приехали сценаристы, актеры, режиссеры, продюсеры. Федор Добронравов, Владимир Грамматиков, Константин Майер, Виктория Фанасютина, Павел Чухрай. Люди, которые никогда не видели и плохо знают вообще, что такое Россия. Им это было важно. Они задавали вопросы, мы на них отвечали, было общение. Я очень хочу сказать славу благодарности людям, которые это все организовали. Организаторы русской кинонедели, общенациональная программа в кругу семьи, говорят, что не ожидали таких аншлагов на показах. Недель русского кино в кругу семьи по-настоящему пустила вот эту вот атмосферу любви, взаимоважения друг к другу. И мне кажется, что все это почувствовали. Если фестиваль приживется и будет ежегодно проходить на сингапурской земле, доверие к русскому человеку, к нашему государству, к России будет совершенно на другом уровне. И нам будет всегда гораздо легче договориться. Полные кинозалы, живое общение и невероятно теплая атмосфера. Такой запомнится сингапурцам неделя русского кино в кругу семьи, которая прошла в рамках работы Российско-Сингапурского делового совета. Ведь именно кино, лучшие сводки теленовостей и интернета способны рассказать людям друг о друге самое важное – стать началом долгой и крепкой дружбы.